Должны чувствовать, что люди в тех территориях наших российских, за которых мы боремся, отстаиваем их честь и нашу общую честь, они благодарны. Поэтому вот это нужно обязательно делать. Последняя сессия Барнаульской городской думы перед летними каникулами началась с награждения Павла в Капашвили, который вместе с коллегами-депутатами помогает новым российским территориям в поставках гуманитарного груза. Благодарность ему пришла от главы Славяно-Сербского района. Далее по стандарту обсуждали повестку. Пожалуй, самый важный ее вопрос – исполнение бюджета города за 2023 год. Все параметры бюджета 2023 года у нас достигнуты и исполнены. Хотелось бы отметить, что в сравнении с 2022 годом у нас выросли собственные доходы, практически более чем на 1 миллиард. И это, конечно, радует, это подтверждает, безусловно, развитие города. 1 миллиард не так много в рамках Барнаула. Но важно, что это налоговые сборы от НДФЛ, то есть от заработных плат. Поэтому такой доход – своего рода доказательство роста оплаты труда. Что касается трат бюджета, то их на полмиллиарда больше в сравнении с доходами. И это оправдано. Много важных объектов появилось. Мост у нового рынка, школы в «Спутнике» и «Власихе», а также садик в квартале 2038. Обсудили депутаты и такой важный вопрос, как создание городских гостевых маршрутов, которые будут проходить в исторической части города и по основным путям от аэропорта до центра. Мы изучали опыт других сибирских городов, где в рамках гостевого маршрута была образована краевая программа. Они отреставрировали фасады на центральной улице. Мы, кстати, к этому очень стремимся. Нам бы тоже хотелось, чтобы у нас появилась такая программа. С 1 июля вновь вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В преддверии этого момента депутаты обсудили компенсации жителям. Те, у кого повышение окажется более 14%, смогут подать заявление и вернуть часть средств. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.